Девчатки, привет! Давно-давно мы с вами не виделись. Тётка даже успела хорошенько подстареть. Ну что я вам скажу? Много чего произошло здесь, в Италии, в Тоскане. Конкретно последние новости вы тоже смотрели. Спасибо тем, кто пишет, спрашивает, как дела, как мы тут выжили или нет. Мы выжили. Здесь более-менее спокойно, в нашем посёлочке, без особых каких-то там происшествий. Там помимо одного упавшего дерева, которое в принципе не проблема. В общем, мы здесь пока нормально. Началась, как говорится, осень. Осень очень дождливая, прямо с конца августа, с начала сентября. И вот это вот всё продолжается, продолжается и конца, и края. Этому пока не видно на самом деле. Всё, откуда берётся столько воды, я даже не знаю. Я понимаю, что этот цикл закрытый. О, какое солнце прямо в глаза. Что выпадает, испаряется. Опять всё это начинается снова. Но, господи, девчонки, так уже, конечно, невозможно дальше. Невозможно. Спряталась я, девчонки, от солнышка. Чтобы не мощиться, так страшно-страшно. Ну, естественно, началась осень. Это самая трудная здесь пора. По крайней мере, для меня в Италии. Я её очень люблю. Во-первых, это очень много работы. То есть, это на выживание здесь. Начался сезон каштанов. Сейчас закончится уже скорость сезон каштанов. Здесь останавливаться, наверное, рассказывать очень много. Из-за погоды, да, что невозможно было туда зайти. Мы сегодня первый день работаем на каштанах. Потому что реально эту неделю невозможно было туда зайти. Свигрова умудрилась, но у нас здесь рядом, да, где-то часок не дождит, не идёт дождь. Она может спуститься, что-то хотя бы собрать. Но мы, естественно, туда-сюда вот не можем ездить. Потому что муж работает, дети в школе. Это невозможно, в общем-то. Ну, и закончатся каштаны, начнутся оливки. Вот вы уже видите, да, в принципе, оливки уродились. Если дождь, опять же, даст нам собрать их. Я надеюсь, потому что дождь сильный, тропический, проливной. Просто их оббивает. Я смотрю на землю, их уже очень даже прилично. Поэтому я надеюсь, что, возможно, будет собрать и будет у нас своё вкусное-вкусное оливье. Мы на миссии продолжаем после обеда собирать. Поднялся просто дикий ветер. Опасно. Почему? Потому что каштаны падают. Прям слышно очень рядом. Надеюсь, не на голову. Потому что будет очень больно, если упадёт вот такой вот ёжик. И ночью здесь был пир. Всё пожамкано, всё посъедено. Созрели вот эти вот ягодки. Девочки, я не знаю, как это называется. Кто знает, напишите, пожалуйста. Не знаю, вкусно. Видите, даже паучок есть. Похоже на вкус, знаете, на запечённые яблоки. Сейчас я вам покажу одну. Кто не знает, что это такое, да? Не обращайте внимания на ногти. У меня все облезли, девочки. Не пытайся заниматься. Вот такие. Вкусно, сладенькие, с лёгкой, с лёгкой, горчинкой. Прям как запечённые яблоки. В этом году очень много каштанов. Знаете, девчонки, ещё кажется, наверное, почему много. Потому что мы сюда, как они начали падать, да, не смогли войти из-за погоды. Поэтому вот это вот всё, что упало за это время, естественно, кажется много. Потому что их, естественно, никто не собирал, кроме кабанов. Поэтому приходится сразу за раз собирать вот эту вот всю массу. Так бы, знаете, каждый день по чуть-чуть, каждый день по чуть-чуть. И не было бы так прям накладно, наверное. Ну вот. А что делать? Вот такая вот погода. Кстати, девчонки вернулись. Сейчас Югра сказала, вернулись эти шершние убийцы сюда. Я, правда, не знаю, куда они вернули своё старое гнездо. Потому что где гнездо старое, я знаю. А где новое, я не знаю. И вот, смотрите, видите, это все каштаны червивые. То есть целая куча червивых каштанов. Но собираем всё равно. Во-первых, надо собрать всё. И это пойдёт на корм свиньям. То есть работаю я сегодня на свиней, в общем. И не закончила про шершние. Говорю, я не знаю, где новое гнездо, если они сделали всё-таки новое. И не знаю, где бояться. То есть дело это очень опасное, потому что три укуса, три укуса, и ты всё. Того. На том свете. Как интересно, сделаны ёжики. Внутри как будто бархатные. Видите, она такая, как шерстяная, мохнатенькая. Как будто, знаете, такая бархатная коробочка для украшений. Как бережёт этот несчастный орех. Как прям сокровище. Это девчонки. Кабаны дикие принимают ванны грязевые. Здесь у них прям легендарный спа-салон. Сейчас я вам покажу ещё самую главную ванну. Сколько здесь пролилось дождей. Это что-то неимоверное просто. Невозможно сейчас подняться. Придётся всё это обходить. Здесь, слышите, стреляют. Так что здесь стреляют недалеко. Как раз началась охота на диких кабанов. Вот, смотрите, девчонки. Вот это ихняя самая главная грязевая ванна. Были они совсем недавно. Вот видно, да, всё свеженькое, протоптанное. Скорее всего, этой ночью тоже здесь баловались. Вот по такой огромной сосной. Сейчас я вам покажу. Видите, какая интересная. Это уже историческая у них ванна. Много-много лет они приходят здесь купаться. Видите, следочки. Прошарились они здесь. И вот такая вот странная-странная сосна. Честно сказать, красиво-то смотрится, хотя и очень странно. Девчонки, я тут собираю. Тут мало чего собирать, выковыривать. Из-под листьев я нашла гнездо шершней убийц. Слышала, жужжат, жужжат. Смотрите, какая страшная штука-то. Они огромные. Сидят прям, я их вижу. Хорошо хоть их слышно, потому что они здорово жужжат громко. Видите, туда-сюда лазят. Вот оно где. Значит, они всё-таки переселились со старого гнезда и летают. Господи, пошла-ка я подальше отсюда. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы думаете, я никогда не спустишься. Видите, помните, что я вам говорила? Про воров, что каждый норовит сюда засунуться. Видите, прямо перед нами вот они. Но они ещё не спустились на нашу землю. Наша земля вот за дорогой ниже. Видите, спокойно ходят. И, скорее всего, пытаются сюда спуститься тоже. Ну, посмотрим. Самое интересное, сказать ничего нельзя, потому что сразу начинают на тебя нападать. Мы переместились в другой сад. Но здесь девчата вообще нечего собирать. Смотрите, какие они все. Побывали кабаны. Видите, они их шкурку-то снимают. Хотя очень трудно у сроку штана снять шкурку. То есть всё вот такое здесь. Ну и следы преступления, как говорится, налицо. Причём этих следов преступления очень здесь много. Вот. Ну и вот кабанятины, э. Боже, какой хи**. Ой, извиняюсь за выражение. Принёс мне муж. Это кто вообще? Меня сейчас вырвет. Фу, блин, какая. Фу. А-а-а-а. А-а-а-а. Это ужас. А-а-а-а. Девчонки, привет. Я первый раз вас показываюсь, да? Сегодня всё закончено. Мы с этими каштанами всё. Надоело всё. Ой, пошли, говорят, всё. Нафиг, нафиг. Пошли. Мы зашли в лесок. Посмотрим, что есть из грибов. Хотя я не верю. Вот один такой красивый есть всё-таки. Но в Италии его не едят. Что это, не знаю. Такой желто-оранжевый. Красивый. Похож, знаете, на рыжик. А вот ещё. Смотрите, какие старинные, античные стены. Конфины. Получится граница владения, я так понимаю. Какая красота. И лесные цикламины. Один нашла. Должен быть, по идее, зонтик. Видите, ну, нету пупырышек, потому что сколько дождило здесь, сколько лило, ему смыло всё. Ну, по идее, зонтик. Ну, брать не буду, подозрительную. Вот эти грибочки съедобные. Муж уже насобирал целую кучу. Вот это у них лесные зимние грибы. Насос. Видите, ну, вот здесь не видно, наверное. Павлины гуляют себе. И там он большой. Уже темно, девчонки, а мы ещё ползаем здесь. Но мы переехали в другой лес. В наш лес. Знаем, что здесь сыроежек много. Мы его называем английский лес. Наши годи. Голоспо. Телеппо. Ну, пореки, мы. Писай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok